всем здравствуйте предоставляем слово тимофею лебедевым моя сегодняшняя тема бутан не батон не бутон не бетон а бутан бутан сейчас короткая справка что же вообще из себя представляет бутан ты забыл сказать что это еще и не газ правда да потому что еще есть газ бутан а это страна бутан официальное название королевского бутан это государство в южной азии расположены между индией и китайской народной республикой столица город химху сами бутанцы свою страну называют друг юл что переводится как страна дракон тут вы можете видеть флаг бутана на котором нарисован дракон тут можете видеть герб бутана на котором тоже нарисованы драконы а тут карта на которой маленьким зеленым пятнышком обозначен бутан его площадь всего лишь 38 394 квадратных километра это в 445 раз меньше чем у россии население тоже небольшое 777 тысяч человек столица тхимпху валюта нгултрум говорят они на языке дзонгкэ что интересно у языка дзонгкэ нет письменности поэтому бутанцы для записи используют тибетский правит там король джидмек хисар нам гьялвангчук и есть премьер-министр лутай циринг география бутан это горная страна средняя высота гималаев на ее территории 4-6 тысяч метров склоны гор покрыты густыми лесами из гималайского дуба каштана бука орехового дерева сосны и гималайского кедра выше встречается хвояная растительность а еще выше кустарниковая и альпийские луга им от бутана варьируется в зависимости от высоты местности и как и на большей части азии находится под влиянием мусона западной части страны из-за мусонных ветров выпадает около 60-80 процентов всех осадков страны климат влажный субтропический на южных равнинах и предгорьях гималайских долинах южного и центрального района в климат умеренный на севере страны холоны с круглогодичным снегом на гималайских вершинах температура зависит от высоты так температура в тхимху столице находящимся на высоте 2200 метров над уровнем моря в июне сентябре достигает 26 градусов по цельсию а в январе понижается до минус 16 а на юге из-за жаркого влажного климата круглогодичная температура составляет плюс 15-30 градусов а иногда и плюс 40 годовой уровень осадков также зависит от района так в северной части бутана в год выпадает только 40 миллиметров осадков в основном в виде снега а в центральном районе с умеренным климатом годовой уровень осадков составляет до 1000 миллиметров и на юге до восьми тысяч миллиметров бутан это страна заповедник все решения правительства и даже все законы здесь стоят на страже природы только чистая энергия и электромобили никаких заводов с выхлопами запрет на использование пестицидов все хозяйство здесь натуральное а гмо никто и не слышал как хозяйственный итог как закономерный итог любое производство становится громоздким медлительным и дорогим пусть и супер экологическим уровень экспорта в стране очень низкий и практически все 90 процентов продается индии и возятся тоже из нее и тут получается парадокс страна считается очень бенной однако люди питаются только лучшими продуктами пьют воду из горных источников не испытывать ни малейших проблем с электроэнергией и в целом намного счастливее чем большинство жителей более развитых богатых стран и что совсем удивительно в этой стране отсутствует преступность голод и нет нищих образование и медицина абсолютно бесплатный в большинстве стран благосостояние государства зависит от величины внутреннего валового продукта ввп но только не в бутане что любое общепринятое понятие ввп заменено в бутане более уместным индикатором баловое национальное счастье это единственное в мире государство в котором существует министерство счастья министерство счастья таким образом счастье поставленного главу угла национальной политики главной целью правительства объявляет стремление к счастью каждого своего гражданина это закреплено статьи 9 конституции вопрос счастливы ли вы задается во время переписи населения в ходе последней переписи 45 процентов населения населения ответила на этот вопрос очень счастлив 51 процентов ответили счастлив и только 3 процента не очень счастлив ну и законы и запреты в бутане нет коррупции а при практически нулевой преступности никого бы не удивило малое количество адвокатов в стране она к эта профессия тут не в честь и не за ее бесполезности а потому что вне закона один из королевских указов гласит что зал суда запрещено входить человеку который черное может сделать белым а белое черное адвокаты там запрещены все местные жители тут носят одежду в традиционном стиле этот закон бутан это закон бутанским гражданам запрещено одеваться на европейский манер бутанская традиционная одежда которую носят все местные жители служит для них источником информации по ее цвету и по крою определяется принадлежность человека к той или иной социальной группе законы бутана запрещают альпинизм восхождение на горы противоречит местным традициям согласно которым вершины этой горной страны считаются священными поэтому в бутане расположена самая высокая непокоренная вершина в мире гора канкар пунсун высотой 7570 метров ни один человек никогда не взбирал потрясающе ну тимофей ну ладно давай дальше интернет и телевидение были запрещены в королевство долгое время и запрет сняли лишь в 1999 году причиной запрета было желание оградить страну от плетворного влияния других культур на бутанских дорогах есть дорожные знаки но очень необычные и интересные они изготавливаются и разрисовываются вручную а потому часто отличаются друг от друга светофоров же в этой стране нет вообще ни одного открыто исповедовать любые религии кроме буддизма в бутане запрещено миссионерская деятельность также находится под запретом еще в бутане запрещено курение и журавли для путанцев священны за убийство этой птицы пусть и по неосторожности виновнику грозит пожизненное тюремное заключение любые химические удобрения для почвы в бутане запрещены на законодательном уровне поэтому все выращенные в этой стране продукты можно назвать экологически абсолютно чистыми а ну вот еще около 70 процентов территории страны покрыт покрыты густыми лесами и более 60 процентов являются национальными парками и поэтому бутан является единственной страной с отрицательным выбросом углерода и подведу итог бутан это не очень развитая в плане экономики страна важный экономический показатель как ввп там всего три миллиарда долларов для сравнения валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности короче тот же самый ввп китая больше семнадцати триллионов долларов но правительство там очень заботится об экологии сохранении традиций культуры бутана и счастья населения потрясающе ну ребята у меня удивило все абсолютно ну я так не люблю там все знаки изготавливаются вручную и рисуются вручную и и меня удивило что там есть закон чтобы именно ходить в одежде по традиции меня это тоже удивило и еще светофор что нету светофоров а я не знала что есть такая страна поэтому меня про не все так аурора и дарина пожалуйста камеру вашу попросу чтобы вас видно было спасибо так еще удивление есть ну тогда моя очередь что ли значит меня удивило про национальный одежда закон ой больше всего удивило то что у них альпинизм запрещен ой какие молодцы они ну вообще и конечно запретила удивило то что они интернет и телевизор долгое время держали под запретом вот что еще а ну то что в стране курение запрещено тоже классно совершенно вот ну в общем да у меня к димофею вопрос макия открывался в этой счастливой стране есть ли армия а это я не знаю ну даже если тимофея к тебе тоже служба насчет камеры тебя не видно совершенно давай сделать чтобы было видно ну так что про армию я к следующему занятию знаю смотри почему я спрашиваю про так опять тебя не сделаешь чтоб ты сидел в середине дима и вот спасибо на то я хочу фотку сделать а не могу ладно дело в том что ребята армия это такая вещь которая очень много затрат у государства вызывает вот если у них армии нет тогда понятно почему они так хорошо живут то есть им не приходится ни от кого защищаться никто не собирается на них напасть тоже очень интересно почему вот ну тем более такой у них благоприятный климат и все такое источники все экологически чистые вообще все прекрасно как они без армии справляют я перееду наверное туда и еще мне понравилось и удивило меня то что у них религия все запрещены религии кроме буддизма да вот это тоже очень классно ну и вообще пора нам в россии сделать железный занавес давно пора так ну ладно это уже такие мои такие разные штучки еще наверное арсений хотел сказать если вы уже все сказали да пожалуйста я удивила все потому что я такой стране тоже не знал как аврора да ну еще это самое пожалуй надо сказать что единственная в мире страна у которой есть министерство счастья вот да это тоже меня потрясло тем более что я вот собрался то что сейчас нам рассказал тимофей ну это это кусок этой записи я положу обязательно там где я веду всякую работу с другими людьми со взрослыми потому что эти люди ну и я вместе с ними мы разрабатываем как должно быть все в россии правильно устроено в будущем такого вот ничего не надо думать надо просто поехали в бутан и вот у них списать все это назначить короля запретить все религии кроме одной какой-нибудь лучше это если это будет буддизм конечно а иначе то не получится и создать министерство счастья правильно следующий у нас выступает вера а еще тимофей хотел что-то сказать да насчет армии я нашел ее она есть ее численность сейчас около семи тысяч человек принято чтобы в армии служил один сын из каждой бутанской семьи но это не является обязательным а с туризмом что туда поехать у них все очень сложно и дорого и государство вводит квоты на посещение ухты понятно кому попало нельзя понятно ну здорово 7 7 тысяч человек от 700 тысяч это получает 1 процент населения да вот если грубо говоря примерно в россии 100 тысяч населения но там больше конечно но я просто чтобы легче было нам считать 100 тысяч 100 тысяч подождите 100 тысяч населения ой 100 миллионов да ну тогда армия должна быть 1 процент миллион человек ну у нас примерно так и есть на сегодняшний день григорий да а меня мама недавно стригла ухты какая новость да ну классно классно так теперь у нас вера пожалуйста да 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 так у меня презентация вот это и потом я еще покажу живого хомяка ага живого понятно ну давай хомяки кто это такие хомяки это маленькие пушистые млекопитальцы они обычно с 5 днем а играть развлекаются ночью это домашние питомцы которые любят внимание и очень легко приручаются они едят много разных семечек фруктов овощей и другой растительности хомяки из семейства грызунов так что они родственники мышам крысам и белкам у них 4 резца это передние зубы с помощью которых они грызут твердые вещи но у них 8-16 зубов только они другие не используют дикие хомяки обитают в открытых засушевых местах таких как лесосепий степи и пустыни некоторые виды обитают в горах на высоте до 3600 метров около 19 разных видов хомяков существует и они отличаются цветом размером и комплекцией а самое удивительное про хомяков это то что беременность длится всего от 15 до 22 дней двух дней и за один раз рождается от 1 до 21 детенышей интересные факты слово хомяк происходит из древнего овесийского языка это значит враг потому что они топчут растения хомяки хорошо плавают набирая в защечные мешки воздух и используют как плавники поплавки сирийский хомячок и хомячок ньютона внесены в красную книгу так как они отказались на грани вымирания жителям в Вьетнам законодательно запрещено держать дома хомяков потому что они переносят болезни и хомяки способны переносить в своих защечных мешках запас формы вес которого составляет 20% от массы их тела и что нужно чтобы держать его как питомца подстилка самое лучшее это деревянные опилки сухой корм домик с металлическим заборчиком чтобы он его не прогрыз игрушки чтобы развивать его зубы и бутылочка для воды и шарик для шарей для бега на этой виду средний хомяки на латыни называется мескокритус в этот род входит ирийский хомяк хомяк бранца хомяк рада и хомяк ньютона мохно-ногие хомячки конечности короткие подошвы два покрыты волосками и в этом входит хомячок робо-ровского джунгарский хомячок и хомячок хэмбелло обыкновенный хомяк называется три-сетус-три-сетус самый крупный представитель под семейство хомяков масса тела в среднем 700 граммов а все остальные хомяки всего 100 потом серые хомячки верхние стороны тела однотонные летом могут иметь темную полоску вдоль центра спины и в этот состав входит китайский хомячок коротко хвостый хомячок барабинский тибетский длиннохвостый хомячок серый хомячок и хомячок соколова потом эверсмановы хомячки найдены на территории бывшего СССР и называются крестец сулус фурта они монгольский хомячок и хомячок эверсмана и последний хомячок из центрального китая и самый близкий вид к белке и он называется каньхимус хомяк потом вот фотографии моего хомяка он сирийский хомяк сирийский? да из сирии а теперь я покажу вам его живого так ждем внимательно я сейчас вытаскиваю ну-ка 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 ой а почему по какому этому он бегает я не понял речь какая сейчас я покажу как он ест а покажи как он в колесу бегает если есть колесо колесо у него в колесо он только бегает ночью а сейчас у него утро вот как он ест песенки поет красиво и смешно ест а ты можешь его в руки взять? да могу ну так чтобы мы увидели тебя и вместе с хомяком могу сейчас поставь телефон пожалуйста вот да вот здорово классно о да понятно пушистый красивый какой у тебя хомяк спасибо а потом вот это его шарик в который мы его кладем и он бегает сейчас покажу он очень красивый и милый и пушистый да он очень пушистый а вот вот и бросить туда чтобы он бегает а вот вот у нас кошка шанти есть я расскажу вера для чего этот шарик чтобы делать разминку и чтобы он после еды он бегал и развлекался и наверное чтобы не залез в какой-нибудь шкаф или дыру ну да да потому что если мы его просто отпустим тогда куда-то залезет надо ему только туда положить чтобы он бегал и закорнил а от него воняет в квартире нет нет когда если долго не чистить ему клетку тогда воняет мы их чистим каждую неделю так что у них очень воняет потому что бывают животные от которых очень пахнет потому что бывают животные от которых очень пахнет в первый раз рождаются до восьми до восемнадцати детенышей и что обыкновенный хомяк весит около килограмм меня удивило то что они в горах живут на какой там высоте 360 метров а меня ну меня виды хомяков удивили и то что у хомяка может родиться от одного до восемнадцати да меня тоже это удивило меня удивило то что есть много видов я знала только про один не помню какой он какой-то там один но у моей подруги Саши помнишь Саши Дарин вот у них есть хомяк у них был хомяк только он ну ну да у меня удивило то что он они живут на горах в горах в горах так еще удивление есть вот меня удивило то что очень короткое время когда ну детеныш получается раздваться, там разное время названо, но около 20 дней всего, и уже появился получается детенок. Ну и, конечно, вот этот огромный разброс, что иногда рождается один детенок, а иногда аж 18. Это очень большой разброс. Это тоже было удивительно. Так, спасибо, Вера. Так, теперь у нас будет Аврора или Дарина. Кто из вас будет? Алло! А я прошу прощения, наверное, Арсений хотел прохометить. Нет, не было все прохометить. Так, сейчас Дарина будет. А Захару и Ульяну будут? Да, будут. Ульяна будет. А, только Ульяна, да? А Захару? Да, я сегодня, я вам написал, я сегодня слушатель. Понятно. У меня сегодня будет про одну книжку. Так, пожалуйста, камеру чуть-чуть подвиньте в свою сторону. Про вот эту вот книжку. Она называется Зверский детектив. Ее написала Анна Старобинец. Анна Старобинец еще выпускает книгу. Она до сих пор работает над седьмой. Прости, сейчас я включу. Вот. Она еще работает над седьмой книгой. Может, выйдет и восьмая. У меня будет каждый урок по одной части. Сегодня у меня будет про первую часть. Это у меня. Но будет сразу сначала... Четвертая. Да, будет четвертая, но не будет пятая, потому что пятую у нас нет. А шестую я слушаю и могу рассказать. Будет зверский детектив. Так, тогда наклоняйте еще камеру, чтобы было видно книжку. Вот так нормально. Логово волка. Это первая книга. В основном там рассказывается про, можно так сказать, про убийство. Они расследуют логово. Расскажи про самих детективов. Детектива 2. Вот я покажу на обложке пока. Вот это барсук старший. Он главный. А вот это барсукот. Он его помощник. Он считает себя барсуком. Но в третьей части он уже так не считает. Он считает, что он просто кот. Потому что я не буду спойлерить, могу только одно сказать. Он сколько там? Сколько? он два раза влюблялся, но не мог пожениться, потому что тогда он не смог работать. Не смог. Вот. Это вот это барсучок. Сучок. Я сама говорила. Сучок, это вообще в другом месте. Это барсучок. Барсучок. Это барсучок. Это ресторан, ну, кафе, как-то его еще назвать. Там подают всякие блюда. В основном карпаччо, из дождевых червей, супы. А вместо лимонада или там какого-то другого напитка у них мухито из мух. Барсукот пьет десятилетний. Десятилетний выдержки. Да. Первая глава, там, в каждой главе прибавляется в которой все узнают убийственную новость. У них есть два почтальона. Один сорока, ну, сорока обычный, а вторые лягухи кваккаунты. Барсукот в первой и во второй части у них кваккаунта нет. Но в третьей, в четвертой не подключены. Да, они не подключены. Все, кто не подключают, не получают новостей кваккаунта. Ну, только барсуки. Они получают от сороки. Да. В третий, четвертый, пятый, наверное, и шестой. Они уже подключают кваккаунт, но в третьей называют, надо пароль поставить, и он называется Маркиза будет моей. Маркиза это кошка сельского хозяйства. Сельское. Из села Охоткин. У них есть официант. Поет йод. Да. Он очень капризный, потому что... Не капризный, у него плохое детство. было плохое, потому что его папу и маму убили, а барсук его нашел и воспитал. Не он. Он отдал его в другую семью на воспитание. Да. И он стал официантом. К сожалению, он... Вот. Вот это сами барсуки. Вот это барсук старший, да. А вот это барсукот. Вот это сычи адвокаты. Ух и чак. 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 Ух и Ух и Чак. Вот это кают вот. А вот сами лягухи к лаккаунту. К лаккаунта. К лаккаунт. Лягухи к лаккаунту. К лаккаунт зверский лес как бы продвинут. И лягухи к лаккаунту это такой аккаунт новостей. Да. Вот тут вот на это я специально так сделала, чтобы вот так вот это ноги барсукота и барсука. А вот это вот эти белые линии вот эти это покрашенные в белую краску мне кажется веточки. А вот это сам хвост зайца. Убили зайца. Все считали, что это сделал койот. Не койота, волк. Волк или койот. Подожди, ты сама расскажи про историю, которую они расследуют. Ну, от сороки там они, сорока влетела. В бар. В бар, да, она влетела. Вся такая перепуганная и все такое. Перепуганная и все такая фу-фу-фу-фу и все, все пропадает там все такое. Убили, та-та-та, убили. Она очень болтливая. Болтливая. Я это знаю, не слушала. в шестой части. В третьей части. Кстати, четвертый, мне кажется, тоже не будет, потому что я не читала. Ну, прочитаешь. Вот. Это сорока, это у них тоже почтальон. Все узнали от иглокого аккаунта и от сороки, что заяц где-то на поле его как бы его как бы как бы убили. Да. Но он просто в белую краску покрасил веточки и пожертвовал кусочком своего холоса. Да. У него есть семья зайчата и крольчика. Те же вот. Вот, собственно, крольчика. Давай не будем спойлерить, ты просто покажешь как бы картинки, расскажешь про главных героев и сюжеты. А спойлерить, конец и все такое ты не будешь, ладно? Это у него есть семья зайчиха. Вот, встреча адвоката. Ей надо сделать дом, но она не может на бедную. Все. Как бы его супруга и ее супруга нет. Все. а вот вот это логово волка, самого волка, вот. И он не хочет открывать, потому что все думают, что он преступник. Он просто не хочет открывать. Вот барсуки полиции, барсукот, барсук старший и барсук младший. Кстати, полоски на его морде он сам рисует. Вот это волк. Очень хищный и страшный. Он вместо семечка или чего такого ест жутков. Грибы. Скажи, почему? А почему? Потому что у них в дальнем лесу они лес, короче, в дальнем лесу запрещена охота на зверей. На зверей, которые там живут. То есть в ближнем лесу или вообще в другом лесу там можно охотиться. Но едят они все растительно. Им можно есть только жуков. Да. Растения и жуков можно есть, а все остальное как бы нет. Потом идет глава, когда они заключили волка сначала они думали, они думали, они думали, всего лишь они думали, что это волк. Поэтому заключили его на дальних холмах. Неприступных. Неприступных холмах. Они думали, что барсук сомневался, но это право, он сомневался. А Брюско был счастлив, такой все, на расслабонях и пошел в бар сучок. Там он заказал себе молоко. Но его чуть насторожило, потому что ка-йот-йот включили музыку, там у них еще бобер диджи и бобер дупор. И он у них играет музыку «Плеск-треск». В стиле «Плеск-треск». Да. Он, барсукот, видит, что, ну, что-то не так. С ка-йотой. Да, ка-йотой, он же обычно такой, все, мне все, бе-бе-бе, отстаньте от меня, все, идите. А сейчас он прям такой под музыку танцует и все такое. Вот, могу даже картинку показать. Картинка, вторая часть. Вот. Вот, собственно, ка-йот. Вот. Что-то потом он ка-йот делает барсуку ка-ту. Барсукотух делает, ну, там, бесплатные. У них там же, а деньги у них, кстати, называются ни рубли, ни тенге, ни все такое, а ши-ши. Ши-ши. И вот. Ну, я думаю, рассказываю я на следующем ролике, я дам время о флоре. Я думаю, я дарассказываю на следующем, лучше, чтобы, ну, оморок. Спасибо, Нарелочка, я как раз хотел тебя об этом попросить, а ты сама замечательно. Так, ребята, поудивляемся? Алло, наружу. Меня, ну, мы читали эту книгу, поэтому меня не удивил рассказ, ну, нет, меня удивила тема, которую Дарина выбрала, меня удивило, как она начала это азартно рассказывать, меня удивило, как она, ну, сделала, что на первом уроке встречи она расскажет первую часть, потом вторую на второй встрече. Вот так вот меня очень удивило вот такое вот сложение. Меня, ну, тоже то же самое. Потому что они долгие очень. Там по несколько прям страниц такие. Да, и мы рад, вот Дарина говорила, что ее мама, маму ее подстригли коры. Я тоже. И вот это. Ай, это Сириус снег. Так, еще есть удивление. Да, меня удивила сама Дарина. и тем, что она выбрала книжку. Очень удивила. И тем, что она очень азартно рассказывает. Вот. Ну, и вообще, как рассказывает? Просто замечательно. Восхитительно. Меня удивила и писательница, которая, ну, такое здоровское придумали. Мне даже вот взрослому человеку было очень интересно. спасибо, Дариночка. Да, книга очень интересная. Я в телеграме подписана на Анну Старобиниц. И нам называется «Девеский квакалн». Хорошо. Так, Авровочка, твоя очередь. Давай. Я думаю, все... Арсений держит руку, кстати. Арсений. Меня удивила сама книга, потому что я вообще такой книги не знал. Меня вся книга удивила. Но я детективов люблю. Она интересная, посоветую взять. Надо написать самой писательнице, чтобы она поблагодарила Дарину за рекламу. Как считаете? Кто напишет писательнице? Не знаю, но это долго. Если бы я ее отправила, то я не знаю, будет. У нее фабрика. Так что я ее не собираюсь. Смелых нету, понятно. Так. Ну, ладно. Слово Авроле. Здравствуйте. Аврора. Так. Еще надо. подписано на очень знаменитого Федора. Да помолчи ты, а! Дай рассказать. Федора Конюхова. Я думаю, все знают город Бангкок, столицу Таиланда. Так. Его название длиннее в сто раз. Крунттхэп, маханакхон, амонтаратанкасин, махантараю, тхая, махадилок, тхоп, напарат, радчатхани, буриром, удамчанивед, махасатан, амонтаратан, амонтаратан, ситан, сакатхай, сакатхайя, витсанукам, просит. Я думал, это не кончится никогда. Я думал, это как-то так прочитала. Не знаю. Ну там, есть ошибки, и это все означает знаете что нет это я сейчас переведу это в книге есть период как бы перевод город ангелов великий город город вечное сокровище неприступный город бога индры величественная столица мира одаренная девятью драгоценными камнями счастливый город полный изобилия грандиозный королевский дворец напоминающий божественную обитель где царствует перевоплощенный бог город подаренные индры и построенный вишвакарму и в бангкоке школьникам приходится выучивать во первых название их столицы во вторых перевод и вот такие рассказы им надо учить а на какой язык они переводят а вот книги не сказано не даст на тайландский нет скорее всего у них же это название на их родном языке зачем им переводить они должны и этот этот целый рассказ который школьникам в бангкоке приходится учить наизусть а вот этот это им надо выучить все ужас какой да потом идет первое по длине название состоящее из одного слова а второе по длине название в мире и первое по длине название состоящее из одного слова принадлежит деревне это все одно слово в новой в новой в новой зеландии это находится это слово на языке коренного населения маори означает вершинах холма где там матея мужчина с большими коленями который скатывался забирался и проглатывал горы известный как поедать поедатель земли играл на флете для для своей возлюбленной это скорее всего легенда коренного населения маори и ученикам это тоже надеюсь нет и третья деревня она не в новой зеландии по моему только не пытайтесь это повторить две л сначала идет лан вайер пул гуин ги лго ге ри хуин эрн дробл лан тиси ли о гу 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 причем последние л нет предпоследние л это там их четыре вот просто подряд идут четыре буквы л это это деревня расположена на острове ангсли в уэльсе местные жители сокращают его до лан вайр или лай лан вайр пул в переводе с валийского полное наименование деревни означает церковь святой марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого тисила что у красной пещеры в 1860 году местным местным властям захотелось иметь самое длинное название железнодорожной станции это привлекло бы к ним множество туристов желающих поставить в паспорте необычный штамп поэтому они поменяли изначальное лан вайр пулу гуил на гораздо более длинное я его еще раз прочитаю лан вайр пул гу ин ги ги л го гей ри ху ир дро бу лан ти си ли о гу гох это одно слово до сих пор в деревню съезжаются туристы чтобы сфотографировать ленющую табличку с железнодорожной станции так еще кстати станции называется в деревне через нее проходит станция железнодорожная эта станция так и называется вот это лан вайр пул ги и так далее как все все меня удивило то что аврора выговаривает такие длинные слова еще все меня все удивило абсолютно я не хочу туда ехать потому что там надо такие длинные слова выговаривать и причем запоминать точно можешь поехать так тебе надо это все зубрить очень интересная была тема знаете приезжим не кажется учить это все не надо ну которые туристы приезжают вот ну вот школьникам нужно нет сама хуже всех это почтальонам пока они там прочитают разберутся что кому нет наверное не постарел похоже всех тем кто в эту деревню письма пишет вот кого кстати да потому что им надо еще переписать без ошибки особенно вот эту деревню в последнюю ла лан варпул гиг и тут потому что там в одном месте м4 буквы вот прям подряд я могу даже сейчас в чат написать это самое не удивило находчивость этих людей для того чтобы привлечь к себе туриста это действительно классно вот я знаю что какой-то деревне в россии построили эльфи эльфи леву башню конечно они построили не такой высоты как настоящие но все равно довольно значительную но это не помогло туристы туда не ездят вот поэтому тот кто придумывает такие трюки это очень малый большой молодец если ему удается туристов привлечь так ребята мы будем завершаться послушайте внимательно нас я вас прошу взять бумажку и ручку то что я скажу очень короткую фразу вам надо ее записать приготовьте давайте время берите ручку бумажку вот я придумал новую придумку значит вот какую для того чтобы вы с вами веселее жили давайте мы будем делать вот что так все готовы да я диктую допишите как слово как потом скобочка почему скобочку закрываем это получается или получилось как или почему это получилось и знак вопрос это получил после это что идет получилось получилось и знак вопрос вот значит идея какая смотрите например вот нам захарья помню рассказал про гору которая высотой два километра и она торчит прямо от вертикальной земли вот вопрос а как это получилось вот то есть гора горой все понятно удивительно очень но как это получилось или например есть маленькие маленькие собачки интересно откуда они взялись понимаете да вот или например вот сегодня нам дарина рассказывала книжку интересно было бы узнать а как пришло на ум на ум этой писательницы писать зверский детектив это что надо такое придумать вот и много из таких вещей которые очень удивительные но непонятно откуда они взялись вот в этом смысле значит вам надо будет подумать и и к следующему разу и может через раз кто как успеет нам сделать сообщение на тему как это получилось или почему это получилось ну например почему высохло азовское море ну понятно да у кого есть вопросы задавайте если что я тоже буду рассказывать у меня тут сделано вот поэтому я думаю нам будет намного веселее если не будем мы просто рассказывать про каких-то там животных или какие-то места интересные так далее вот это тоже можно так делать но кто сможет рассказать как это получилось или почему это получил например у меня вопрос как получилось что все люди на земле разговаривают на очень разных языках этих языков там пару тысяч пожалуйста ульяна я не знаю как это получить ну разные религии разные люди хотели быть главными хотели придумать какие-то языки наверное ну из моего понимания чтобы не знаю нет я знаю почему как это получилось была такая страна шумерская страна шумерская государство она была шесть тысяч лет тому назад и задумали эти шумеры построить большую башню до неба ну и стали сделали кирпичный завод и стали из этого кирпича строить башню до неба а для чего они хотели узнать где живет бог строя не строили 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 пришел бог и говорит ребята вы не тем занялись сломал эту башню у них и сказал им а теперь я смешаю вам языки чтобы вы не могли друг с другом договориться и снова такую башню начать строить и тогда бог смешал людям языки и вот вопрос как он смог все люди говорили на одном языке а как он смог сделать что люди стали на разных я понимаю как сделать что люди наоборот стали говорить на одном языке их надо просто научить а вот как сделать чтобы на разных вот это я абсолютно себе не представляю ну вот такая байка например вам например чтобы вам легче думал вот ну ладно ну что спасибо всем до новых встреч и до новых интересней да у меня еще есть доклад у я был да я забыл ульяну ай-яй-яй да ульяночка спасибо давай только смотри у нас времени немного минут пять ладно ani esa так все посмотрим пока еще не загрузилось о бокала настольные три игорь я сегодня подождите Сейчас Сегодня я вам расскажу три настольные три игры Там есть одна моя самая любимая и такая Которая Любимая, но не очень Которая я вообще не люблю Первая моя самая любимая Imaginarium Еле выговаривала Так играть в Imaginarium Вот игрок Раскладываешь Как на этой картинке Можно по-любому Если два человека Раскладываешь карты К каждому игроку по шесть Если Сколько Шесть игроков Например Шесть игроков Берешь по шесть карт Ну и всегда по шесть карт А когда два человека То по пять Когда два человека То Тогда Берешь одну фигурку Вот тут их много Конечно По-моему Семь Семь если считать Там Два игрока Два игрока Они должны Выбрать Они должны Выбрать Фишку И ей ходить Одну Одну Вторая фишка Это у нас Это как Если Если Игрока два То По шесть карт И Они играют Против Мамонта Так называемого Так называемого Мамонта Мамонта Вот И Ходим Вот 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 Сейчас Вот Укажу Вот 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 Тут Вот Вот Эти Вот Штучки Тут Надо Читать И Насколько Кто Проиграл Там Они Ходят Или Не Ходят Я уже Не помню Вот Ну И Берем Вот такие Штучки А И еще Когда два Или сколько-то Там Много Человек Они Кладут По Одной По одной Карточке А Игроки Два Игрока То Они Ходят На Ой Они Сейчас Они Они Кладут Две Карты Две Карты И еще Одна Идет С колоды Вот Этой Вот То есть Это Мамонтова Карта Это Надо Кладать Карту Мамонта Да Вот Яна Ты забыла Сказать Что Там Еще Есть Кто Задает Ассоциации Есть Да Которые Надо Ну да Вот То Что Захар Сказать Вот И вот Например Вот На этих Карточках Кто-то Что-то Загадал Если Например Четыре Человек Вот Как Тут Четыре Человек Кто Отгадывает То Отгадывают Три Человека А Кто Загадал Он Ведущий Отгадывает Карту Ведущий Да Вот Итак Там Там Должны Там Должны Отгадать Ведущую Карту И Ведущий Ну По вот Этим Вот Стучкам Желтеньким Оранжевым Красненьким Зеленым Надо Там Есть Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Цифры Цифры От одного До семи И То Что Ты думаешь Что Ты должен Положить На какую карту Ты думаешь На какую карту Ты думаешь Там Например Надо Положить Тут И Тут Цифры Которые 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 Карты Ну Да Вот Следующая игра Это Запретный Остров Вот Про Эту Я Сама Объясню Как Как Это Запретный Остров Это Вот Это Самая Нелюбимая Моя Игра Почему Не Знаем Мне Она Не Очень Нравится Мы Договорились Что Захар Будет Рассказывать Про Эту Я Расскажу Вкратце Суть Игры В том Чтобы Выйти С Острова Живыми И никого Из членов Команды Не Потерять Есть Такое Поле На котором Всякие Карты С надписью Да Это Места Этого Острова И Вот Есть Карты С Ролей Игроков Там Желтая Карта Это Навигатор И И там Есть Всякие Дополнительные Функции У этих Кар То есть Там Например У Инженера Красная Карточка Он Может Сушить До двух Участков За один Ход У игроков Есть До Трех Действий За Заход Получается А Какие Вот Есть Действия Есть Действия Осушить Осушиваешь Карту Сверху Себя Снизу Слева Или справа Наискосок Осушивать Нельзя И ходить Ходить Тоже Нельзя Второе Действие Это Ходить Ходить Можно Так же Как и Осушать Вперед Назад Влево Вправо Вот Третье Действие Передача Карт Допустим Как Передаются Карты Вот Например Желтый И синий Стоят На одной Карточке И тогда Они могут На одной На одной Карточке Да Острова Они могут Передать Друг другу Карты С Картинками Четырех Артефактов Задача Забрать Артефакты И Улететь Улететь Острова Есть Дополнительные Карты Осушить Мешки С Пешком С Песком И Взлет Вертолета Мешки С Пешком Мешки С Песком Могут Осушить Любой Участок На Острове Вообще Любой И Это Не Считается Ходом Взлет Вертолета Он Может Переместить Любого Игрока С Одной Карточки Игроков На Другую Карточку Но Если Только Эти Два Игрока Или Несколько Игроков Стоят На Одной Карте То Если Синий Стоит Сверху Там Например Вот Здесь А Желтый Стоит Здесь То Например Черный Который Стоит Здесь Он Не Может Их Переместить Сюда На Одну Карту Вот Он Может Одного Переместить Есть Карточки С Артефактами Это Карточки С Которых Можно Собрать Артефакты Если Встать На Определенную Карту Например Мне Нужно Забрать Камень Я Становлюсь На Карту На Который Внизу Нарисован Такой Кружочек И Нарисован Камень Земли Он Так Называется И У Меня Есть Четыре Карты На Которых Нарисован Камень Артефактов Карты Я Могу Их Сбросить В стопку Сброса И Забрать Артефакт Камень Земли Есть Еще Карты Затопления Вот Допустим Мы Открываем Карты Затопления И Видим Что там Нарисовано Круг Авантюристов Круг Авантюристов Это Одна Карта С помощью Которой На Которой Можно Взлететь То есть С которой Можно Взлететь И То есть Покинуть Этот Остров Вот И мы Тогда Переворачиваем Круг Авантюристов И Там Загар Изведи Пожалуйста Притормозил Ладно У нас Правда Заканчивается Время У меня У вас Такое Такое Предложение У вас Дома Эта Игра Есть Да Давайте Мы Сделаем Так Вы К следующему Разу Сделайте Стол На Него Направите Камеру И Нам Покажете Прямо Как Вы Там Делаете Ну Кстати Да Хорошей Делаете Ну Хорошо У меня Еще Не Все И Можете Так Сделать Третьей Игрой Которой Нам Собирался Рассказать Улья На Треть Раз Хорошо Вот Это Будет Очень Здорово Это Будет Так Как Нам Дарина Книжку Прямо Показывает Натурально И Как Сегодня Вера Нам Хобяка Показывала Прямо В руках Правда Ну И Более Понятно Будет Я Например Пытался Вникнуть В игру Ну Многое Было Непонятно А Когда Вы Будете Показывать И Карты Сами Показывать Прямо В Камер Вот Это Было Очень Здорово Давайте Так Живем Ладно Хорошо Так Всем Спасибо До Свидания Спасибо До Свидания До